Как я уже сказал в самом начале, главная новость это вот этот американский пакет помощи, утвержденный наконец-то в Конгрессе. Голосовали его там по отдельности, по отдельности Украине, Тайваню, Израилю и Палестинской автономии, объединены в один пакет, ну как бы Ближнему Востоку и все такое прочее. Очень важно понимать, что это все не будет в виде вот чемоданов с долларами, которые привезут нам или привезут в Киев или привезут в Тайбэй. Это все не так работает. Большинство этих денег, подавляющая их часть, останется в Америке, ее пределов не покинет. Это будет в виде заказов для американских заводов, в виде оплаты рабочих рук на американских заводах и так далее и тому подобное. То есть, например, Израиль, он и стандартную-то американскую военную помощь никогда не получал практически в виде живых денег. Ну а вот эту и тем более. Вот скажем, американский пакет помощи Украине включает в себя, по-моему, 13 миллиардов на пополнение американских арсеналов, часть которых передали украинцам. То есть, это вот впрямую останется у Пентагона и останется на этих складах в виде оружия. Израильский пакет военной помощи, среди прочего, содержит в себе 2,5 миллиарда долларов центральному командованию, командованию, которое отвечает за Ближний Восток, для операций, которые будут вести американские военные для обеспечения безопасности Израиля. То есть, если вот случится очередная атака, да, иранская, то вот американцы, отражая ее совместно с нами, вот заложили на это тоже бюджеты. В целом же там большая часть пакета, который предназначен Израилю, она идет на пополнение арсеналов противоракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Это прежде всего Железный Купол, Проща Давида, ХЭЦ, потому что ракеты для ХЭЦ, например, стоят 1 миллион долларов примерно. Для новых батарей, для производства новых батарей этих противоракетных, противовоздушных систем, потому что американцы убедились в том, насколько это эффективная вообще история. Надо сказать, что вот опубликованы данные, что американцы не ожидали, а такой массированной атаки, предполагалось, что ракет будет не больше 50, а их было 146, я напомню, в три раза больше, и они не ожидали такой эффективности по ее отражению. Поэтому сейчас вот они решили еще сильнее вложиться в усиление систем ПРО и ПВО. Кроме этого, они порядка полутора миллиардов вложат в доработку системы Железный Луч. Это система лазерного перехвата, которую в Израиле вот разрабатывают и уже почти довели до ума. Ну вот сейчас в это дело вбросят еще денег, и как только она будет готова, да, пройдет все там тестовые войсковые испытания, сразу начнется производство и установка этих батарей, принятие их на вооружение Цахалом в том числе. И на закупку, на пополнение арсеналов обычных вооружений. Это прежде всего артиллерийские снаряды 155-го калибра, которые мы используем. Это танковые снаряды. Как выяснилось, танковые снаряды мы тоже получаем из Америки. Несмотря на то, что Меркова это наша разработка, но вот эти снаряды 120 миллиметров, стандартные, натовские, их мы получаем из Америки. И на пополнение арсеналов боеприпасов для авиабомб или комплектов для превращения тупых бомб в умные. Вот эти J-DAM, так называемые, различные другие разработки. Еще раз, в сухом остатке, большая часть этих денег останется в Америке. Там вот что называется, читайте мелким шрифтом, что в конце вот этих всех законопроектов есть такая надпись, что значит все они должны отвечать национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Глупо американцев обвинять в этом, да, и считать их циничными. Любая страна нормальная должна прежде всего отстаивать свои национальные интересы, а уж потом интересы союзников и так далее. Ну, параллельно с тем, что американцы, значит, нам так щедро отсыпали денег. Ну, правда, этот законопроект еще должен, законопроекты их несколько, должны пройти Сенат. И на них должен поставить подпись Джо Байден, президент Соединенных Штатов. Но это произойдет быстро, скорее всего, до конца уже этой недели, там уже проблем не будет. Но вот параллельно с этим американцы, во-первых, выделили 9 миллиардов на гуманитарную помощь палестинской автономии. Ну, это на газу, считай, на газу. Вопрос, сколько из них попадет жителям газы, а сколько попадет Хамасу. Ну, это отдельная история, будем за этим следить. Так вот, они объявили о том, госсекретарь Блинкин, в частности, что Америка намерена ввести санкции против батальона Нецех-Еуда. Это есть такое подразделение в израильской армии. Случай такой вполне себе уникальный и беспрецедентный, когда санкции вводятся против конкретного воинского подразделения израильской армии. Что это за батальон? Да, батальон, где служат ортодоксы. Он структурно входит в пехотную бригаду Кфир, раньше он входил в бригаду Нахаль. Обычный пехотный батальон. И добро было бы, если бы это было какое-то спецподразделение, которое занимается там какими-то зачистками, там, не знаю, этническими чистками, какие-то карательными акциями, там проводит какие-то специфические мероприятия, в ходе которых можно там насовершать всяких военных и прочих преступлений. Но это обычный пехотный батальон. Но сейчас любой пехотный батальон возьми из бригады Голландии, из бригады Гевати, из бригады Цанханима, десантники. Любой вот возьми, поставь его рядом с Нецах Иуда. И кроме внешнего вида, вот пейсы там и прочие атрибуты ортодоксального Иудея, они ничем не отличаются. Они несут службу в тех же местах, занимаются теми же вещами и так далее. В чем тут суть? Суть заключается в том, что американцам нужно бросить кость такому левому крылу демократической партии. Показать, что мы таки даем Израилю оружие, несмотря на ваше противодействие. Но мы следим за тем, чтобы это, не дай бог, оружие не использовалось для всякого рода преступлений военных, для убийств гражданского населения. Поэтому мы вот прям не колеблись, вводим санкции против любого, кого в этом заподозрим или кого в этом обвиним. Что касается Нецах Иуда, там история была такая. Два года назад они несли службу на палестинских территориях. Ну вот в той самой Иудее и Самарии на западном берегу. Остановили для проверки документов там арабов. И среди них был 80-летний палестинец пожилой. Там разговор был, что называется, на повышенных тонах. Было там рукоприкладство. Потом было, кстати, армейское расследование. Там все было серьезно. И этот 80-летний палестинец умер от инфаркта. Он причем довольно долго лежал. Ему не оказали помощь. Может быть его можно было спасти. Потом по результатам расследования этого так и не поняли. Сразу он умер или через какое-то время от не оказания помощи. Но вся штука в том, у него был американское гражданство. И вот американское гражданство и сыграло свою вот эту печальную роль во всей этой истории. В Америке масса антиизраильских, антиеврейских организаций, которые тут же подали в суд. Тут же начали добиваться санкций. Два года эта история ни шатка, ни валка развивалась. Мы ее упустили, на мой взгляд. Нужно было провести расследование, наказать виновных. Четко это все представить в Соединенные Штаты. Потому что американцы крайне болезненно относятся вот к таким случаям гибели своих граждан, где бы это не происходило. И представив эти доказательства и выводы, что мы кого-то там наказали, мы кого-то посадили в тюрьму, там, я не знаю, выгнали из армии и так далее. Мы бы эту историю утихомилили. Ну, про нее забыли, забросили, обошлось там дисциплинарными взысканиями и так далее. И вот эту историю извлекли из шкафа, встряхнули с нее пыль. И сейчас есть такая опасность, что американцы введут против конкретного воинского подразделения, одного отдельного батальона санкции. Довольно странная история. С практической точки зрения, в принципе, эти санкции ничего такого не дают. Ну, то есть, например, нельзя будет использовать американскую военную помощь для вооружения этого подразделения. Но при этом позволяется, чтобы Израиль за свои деньги купил это оружие и вооружил им это подразделение. То есть, это такая, в общем, фига в кармане, да, своего рода двойной стандарт. Но там нельзя въезжать в Америку, наверное, будет военнослужащим этого подразделения. Нельзя будет принимать совместное участие в совместных маневрах с американцами и так далее. По большому счету ограничения не такие уж и критические. Но у нас и так проблема с призывом ортодоксов на службу. А тут еще вот такая вот история. И это может еще сильнее оттолкнуть их от службы в армии, что, в общем, не очень хорошо. Сейчас там идут разговоры, переговоры. Но, по всей видимости, это все-таки случится. Американцам, еще раз говорю, необходимо бросить кость своим вот этим демократам левым, которым вот Израиль как та самая кость в горле. Уж извините за такой каламбур. По поводу событий в Газе. Вчера Герцель Олеви, начальник генерального штаба, провел совещание, на котором утвердил оперативные планы операции в Рафехе. Ну, это называется продолжение войны на южном направлении. Ну, там, собственно, остался только Рафех. Там уже отмечается, вот в районах, прилегающих к этому месту, концентрация израильской бронетехники. Подразделения получили свои оперативные планы. То есть, по всей видимости, после праздника Песох, 29 апреля, напомню, он заканчивается, начнется эта операция. Израиль представил в Соединенные Штаты планы по эвакуации гражданских из Рафеха. После чего, по всей видимости, вот будет первый этап эвакуации, а второй этап, собственно, боевые действия. Рафех сейчас подвергается ударам, пока таким отдельным и точечным. И не очень понятно, что будет с коридором Филадельфии. Египтяне там развернули войска вдоль границы в ожидании всей этой операции. Непонятно, войдем мы в этот коридор или нет. В общем, там еще, не дай бог, случится столкновение с египетскими военными. Короче говоря, с Рафехом пока не очень все понятно. Понятно только одно. Операция будет. И будет она, судя по всему, вот в ближайшее время. То есть, в районе, наверное, недели-десяти дней она начнется, вот как только закончатся праздники. Проблема заключается в том, что там находятся заложники. Но британская Daily Mail опубликовала материал со ссылкой на некие разведданные нашей службы внутренней безопасности Шабака, что из заложников в живых остались от силы 40 человек. То есть, считалось, что их там было 134 после ноябрьской обменной сделки. Потом 30 с лишним из них были признаны погибшими. И вот из оставшейся, условно, сотни только около 40 живы. И непонятно кто, и непонятно где они там. И, в общем, судя по всему, переговоры никакого успеха не достигли. И дошло, собственно, до того, что Катар попросил Хамас уехать из Дохи. Сейчас вот вопрос решается, куда они переедут. Там полоумный Эрдоган их к себе зовет. Хуси-то их к себе позвали в Йемен. Ну, в общем, куда-то им придется, судя по всему, из Катара сваливать. Потому что на Катар оказывается сильнейшее давление и со стороны Израиля. Да, мы как бы дали вам роль посредников. Мы дали вам гарантии, что не будем проводить ликвидации на вашей территории. А вы ничего не добились. Так что мы можем вот эту гарантию неликвидации и отозвать. В случае чего американцы тоже очень сильно давят на Катар. В общем, короче говоря, Эмират попросил их, значит, убраться оттуда как можно быстрее. И, судя по всему, руководство Хамаса сейчас будет куда-то переезжать. Может в Турцию, может в Йемен, может в Ливан, может в Россию, кстати. Это тоже вариант обсуждается. Ну а что, там их друзья, коллеги, как говорил Лавров. Так что, в общем, самое им там место. Все от Риви у себя собирают, да. Ну так вот, будут жить там. Гарантии по поводу неликвидации на территории Российской Федерации никто, кстати, не давал. А как работают российские спецслужбы, да, мы уже убедились по теракту в Крокусе. Ну и у нас на западном берегу, это есть такой город Тулькарым. Он одно время считался таким относительно спокойным. У него есть пригород, ну Рошамс, это типа считается лагерь беженцев. Вот, в общем, в этой вот агломерации произошла такая контртеррористическая операция, которая длилась почти трое суток. Там просто были натуральные уличные бои. Вообще вот люди когда слышат, что израильские военные там застрелили палестинца на западном берегу. Вот шел себе палестинец и, значит, бах, и упал. И его вот так вот просто убили. Нет, это не так немножко работает. В Тулькарме в Нур-Эшамсе были трехдневные уличные бои. Там пришлось использовать бронетехнику. Ну легкую, правда, не танки, там и бронетранспортеры тяжелые. А такие мрапы, бронированные армейские джипы и так далее. Потому что там три дня шли уличные бои. Там, вот я себе выписал, 14 террористов убиты, 15 задержаны. В основном они имели отношение к исламскому джихаду. Но в таких местах, вот где вот, собственно, это все происходит, там куча народу с оружием. Они все имеют отношение к разным террористическим структурам. Там от того же исламского джихада и всяких салафинских группировок до службы безопасности палестинской автономии, где они успешно совмещают и работу в службе безопасности и терроризм. И вот, когда начинаются такие события, они все сбегаются. И там начинаются такие уличные бои, перестрелки, гранатометы. Подорвали армейский джип. Слава богу, там не обошлось с нашей стороны только ранеными. Там 10 израильских военнослужащих получили ранение. Кроме того, вот буквально сегодня, сейчас вот случился теракт в Иерусалиме. Автомобильный теракт. Два араба на машине сбили двух человек, после чего скрылись. А рядом с машиной нашли заклинивший автомат. То есть они, по всей видимости, собирались теракт устроить огнестрельный. Но оружие заклинило. Это был такой самодельный автомат типа Карл Густав. Такое довольно распространенное оружие у палестинских террористов. Вот они скрылись, их чуть позже обнаружили. Там шли активные поиски, они задержаны. Так что, в общем, у нас тоже тут не все спокойно по этой части. Понятно, что армия вот такие контртеррористические рейды постоянно на западном берегу проводят, но проводят их локально. Устроить обширную операцию типа защитной стены 2001 года, когда вот весь западный берег был заполонен войсками. Там вычищали эти террористические структуры, все эти гнойники. Там несколько месяцев буквально. Там это все долго происходило. И после этого, кстати, лет 20 на западном берегу было относительно тихо и спокойно. Так вот, сейчас для такой операции просто нет сил. Потому что север, потому что газа, потому что Иран. В общем, есть чем заняться, что называется. Тут еще палестинская автономия. В общем, пока обходится вот такими вот рейдами, которые помогают просто сдерживать рост террора, сбивать вот эту волну, которая постоянно грозит нас захлестнуть. Ну и совсем вкратце скажу про север. Там пока ничего такого нового не происходит. Хизбалла единственное поменяла тактику немного. Они стали меньше выпускать ракет, больше беспилотников. По всей видимости, сообразили, что из-за малого подлетного времени, это не из-за ранок беспилотник летит там часами. А тут буквально считанные минуты. Ну максимум там, не знаю, 15 минут, 20 минут. Их тяжело обнаруживать. И вот у нас в Арабаль-Арамше, такая деревня бедуинская на севере, прилетела сначала ракета. Но я рассказывал уже в этом случае. Просто напомню. В здании, где были расквартированы резервисты. А потом, когда приехали спасатели, туда же прилетел беспилотник. Очень много было раненых. Вот один из них, майор, молодой парень умер в больнице от смертельного ранения, к сожалению. Ну мы отвечаем огнем по Ливану. Авиация бомбит, артиллерия стреляет. В общем, все это происходит. Пока ничего не понятно, как это все будет решаться. То есть пока, по всей видимости, все-таки решили сфокусироваться на газе. Закончить с Рафиахом. А там уже, помолясь, можно будет приступать и к северу. Либо будет какое-то дипломатическое решение. Потому что сейчас там активизировались французы. Но, как всегда, французы говорят не с теми. Не надо договариваться с бабушкой парня-наркомана, который терроризирует весь подъезд. Нужно с ним что-то делать. С бабушкой с его вести переговоры бессмысленно. Она ничего с ним сделать не может. Вот точно так же ливанское правительство ничего с Хизбалой сделать не может. Это может сделать только Иран. Поэтому, либо уж договаривайтесь с Ираном, либо давайте уже с Ираном воевать. Ну, посмотрим, опять же, как это все будет развиваться.